Россия Эпоха Андрея Рублева стала временем возрождения интереса к собственной истории и культуре, временем расцвета литературы и эпоса. Эпоха Андрея Рублева Эпоха Андрея Рублева Эпоха Пушкина была эпохой возрождения национального русского духа после победы над Наполеоном. Вклад пушкинского гения в русскую литературу поистине бесценен. Язык Пушкина до сих пор остается основой русского литературного языка. Богами вам еще даны золотые дни, золотые ночи, и томных дев устремлены на вас внимательные очи. Играйте, пойте, о, друзья, утратьте вечер скоротечный, и вашей радости беспечной сквозь слезы улыбнуся я. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Пётр Ильич Чайковский И по сей день остается самым исполняемым и известным в мире русским композитором, выразившим с необычайной силой, простотой и искренностью лирическую стихию русской природы и русской души. КОНЕЦ 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 Поэзия, музыка, живопись сопровождают нас с раннего детства. И сегодня, как много веков назад, поэты, композиторы, художники создают свои удивительные произведения, которыми невозможно не восхищаться. А главное чудо заключается в том, что мы можем не только увидеть и услышать новые произведения, но еще и прикоснуться к ним. Ведь поэты, композиторы, художники – наши земляки. Богата талантами наша лобнинская земля. Графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, театр, книжные иллюстрации – все это художник Ольга Конторева, член Союза художников России, преподаватель Института имени Сурикова. Ее работы находятся в Третьяковской галерее, в частных коллекциях в Испании, Германии, США, Франции, Италии, Литвы, России. Работы Ольги Конторевой украшают комнату сказок детского сада «Золотая рыбка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Громко стучит Ты, услышав мелодию строк Вдруг почувствуешь крови приток И поймешь вдохновение, вдох Той любви, что дарует нам Бог Я буду из окна смотреть на дождь На тонкие серебряные нити И буду знать, что этот дождь сейчас Вы с музыкой весеннюю сравните С мучком по струнам, ниточком дождя Вы проведете ловкую рукою И зазвучит мелодия любви И солнце засияет над рекою Вячеслав Грядунов Заслуженный работник культуры Московской области Композитор, автор более 150 песен И инструментальных композиций Лауреат премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» С проектами песен для детей и юношества «Золотая страна» и «Подмосковье мое» «Наше Подмосковье 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 мое» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Город милый, дорогая Лобнин Здесь мы вместе трудимся, растем Эстафету добрых дел сегодня Нашим детям мы передаем Пока свободы угорим, пока сердца для чести живы Мой друг, России посвятим Души прекрасные порывы Добрый день! Ну, уважаемые зрители, дорогие гости Согласитесь, что наша Лобнинская земля Богата талантами и традициями Благодарим участников первого этапа культурной ассамблеи Хореографический театр «Антре» Под руководством Дмитрия и Зулии Ширяевых И встречаем Дубнинский симфонический оркестр Солист, учащийся детской школы искусств города Лобня Арсений Захаров Концертмейстер, директор школы искусств города Лобня Матросова Елена Николаевна Дирижер Евгений Ставинский АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Есть города, которые славятся памятниками культуры, а есть культурой. Для открытия года культуры в этот весенний праздничный день на сцену приглашаются глава города Лобня Гречишников Николай Николаевич. Руководитель администрации города Куманова Анна Акимовна. Добрый день, дорогие лобницы, уважаемые гости. Сегодня, я думаю, многие, кто здесь частый гость, видите, что несколько необычно начался сегодня праздничный концерт. И он именно потому начался, чтобы показать хотя бы какие-то маленькие фрагменты нашего многообразия культуры. Потому что действительно культура настолько многогранна, что иногда удивляюсь за те два часа, которые сегодня, конечно, мы не увидим ее, то изобилие различных жанров, различных изменений, которые сегодня, течений и видов, которые существуют в культуре и которые сегодня пропагандируются. Но сегодня мы увидели, наверное, я думаю, одно из самых лучших направлений, как раз это живая музыка, живые танцы, все вот тот вид и особенно то, что связано с нашим детством. Первый вот примечательный факт, и я думаю, что мы и в дальнейшем будем следовать всегда этому, что детство всегда мы поддерживали в городе и всегда будем это делать и впредь. Очень приятно, что у нас сегодня много талантливых людей работают в сфере культуры, и благодаря этим именно людям у нас и развиваются вот творческие способности, те таланты, которые зародились, которые имеются в наших детях. У нас любую сферу возьми, например, если у нас возьми союз наших художников, это прекрасная плеяда, союз писателей, союз композиторов. Все и обязательно у нас это люди, которые известны не только в нашем городе своими хорошими трудами, своими произведениями, это люди, которые известны далеко за пределами даже Московской области. Многие из них заслуженные уже люди, имеют звание. Это все очень-очень здорово. И поэтому сегодня вот как раз в Московской области несколько раньше был открыт год культуры в нашем городе, несмотря на то, что мы уже и вначале подключились, уже все мероприятия, они уже проводились. И сегодня мы вот официально открываем год культуры в нашем городе. Безусловно, я вот ожидаю от этого, конечно, от наших творческих людей, от нашего творческого сообщества новых, хороших, интересных, современных проектов, которые будут нас радовать, вдохновлять, особенно будут вперед вести наших детей, нашу молодежь. И, конечно, мы, в свою очередь, и Совет депутатов, и администрации, я как глава, мы обязательно тоже предпримем ряд дополнительных мероприятий проведем для того, чтобы оказать содействие, поддержку, развитию нашей культуры. Это имеется в виду и материально-техническая база, это и содержательный процесс, это и развитие еще творческих дальнейших коллективов, появление новых коллективов, новых направлений, нового жанра, которые у нас в городе не все жанры представлены, и они обязательно будут. Будут у нас прекрасные два театра, у нас много творческих коллективов, которые размещены на базе наших, не только дворца культуры нашего, центрового, как бы, храма культуры, но и на базе ДК, Красная Поляна, Луговая, скоро у нас появится и на Комиссара Агапова тоже новый центр, в новом помещении все это будет. У нас в новом микрорайоне Катюшки, у нас сегодня и молодежный есть шанс, детские и молодежные инициативы, театр новый, который наш муниципальный, он тоже размещен в том же микрорайоне, в новом прекрасном здании. Все это и есть составляет нашу культуру нашего города, и это здорово. Здорово, что она ценится, здорово, что и приятно, что все мероприятия, будь то камерного характера, будь то такого массового, всегда проходят при полных залах. Это значит, что это все востребовано сегодня, это значит, наши люди живут не только проблемами ЖКХ или другой какой-то сферы, такой, которую у нас мы со вздохом всегда вспоминаем. Это значит, люди думают о культуре. Культура, это значит, конечно, это наше будущее, будущее наших детей, это здорово. Сегодня знаменательны еще всем тем, что все это сегодняшний праздник, сегодняшнее событие, оно олицетворено, конечно, тем праздником, который мы все ждем, особенно мужчины, с трепетом, со вздохом, с ожиданием, с волнением, с естественным волнением. Это 8 марта, безусловно, и в этот день, конечно, хочется много что сказать нашим любимым женщинам, потому что сегодня вот время такое, наверное, что ли, или может быть ответственность у женщин намного выше. Вот, если так небольшой анализ просто провести, у нас большинство практически предприятий, учреждений, организаций, где не только во главе женщины, но и основной костяк, основное содержимое, это, конечно, наши женщины. Женщины в наших плечах сегодня и в большинстве случаев и экономика, и вся социальная сфера, они у нас и воспитывают детей, они у нас лечат взрослых, всех нас, все у нас в культуре, большинство женщины во всех сферах. Куда ни обратись, везде. И, в общем-то, вот мы недавно подводили итоги, 19 января, как раз в этом зале, итоги нашего года за 2013 год. И, конечно, радует, и итоги в целом неплохие по году, есть чем порадоваться, есть задачи, есть недоработки, мы их видим. И все в этом, в купе, конечно, это огромная заслуга наших женщин, вас всех сидящих в этом зале, и всех, кто здесь сегодня не смог, кто не сумел, кого сюда не приглашали, может быть, по разным причинам. Это результат всего нашего женского сообщества. Поэтому я сегодня, в канун, вот 8 марта, прежде всего, хочу вам всем сказать огромное-огромное спасибо за то, что вы есть. Извиниться очень за нашу жизнь, за то, что, может быть, мы порою не имеем возможности дать вам то, чего вы по-настоящему заслуживаете все. Но Бог видит, что в большинстве случаев и мы, мужчины, к этому стремимся, стараемся всегда и подчеркивать, и видеть эту разницу, всегда учитывать это, и считаясь, конечно, не с тем, что женщины считают слабым полом. Нет, я считаю, это самый прекрасный пол, и он далеко не слабый, потому что сегодня уже, наверное, об эмансипации, об уравниловке вообще речи нет. Сегодня все на равных, если даже не все в большинстве и в пользу, и в преимущество женщин. О многом можно говорить, но действительно, факт есть факт, и это так. Поэтому я хочу вам всем пожелать большой-большой любви, любви взаимной, чтобы вас обязательно ценили, уважали, любили, особенно, конечно, это близкие, родные. И, безусловно, чтобы вас ценили, ценили не только за то, что вы хорошие хозяйки, за то, что вы создаете уют семейный. И я хочу сказать, вот ваша ценность еще и в том, что тот социальный мир, та атмосфера, которая присутствует в городе, она в очень многом зависит и, в общем-то, обосновывается именно вашим присутствием, вашими делами, вашим благоразумием, вашей мудростью. Потому что здесь, если коснуться общественных организаций, то здесь тоже, в общем-то, из большинства у нас больше 40 общественных организаций. И большинство их — это не только составляющие нашей милой женщины, но и руководители. Поэтому я и всем руководителям нашим общественных организаций хочу тоже сказать огромное спасибо за то, что вы вот создаете и делаете все возможное, чтобы наша общественная жизнь в городе была полной, насыщенной, интересной. Это во многом очень зависит от вас, от вашего энтузиазма, от ваших желаний. Поэтому много сегодня хочется еще, хочется говорить и говорить, и все это основано на том, чтобы всем вам еще и еще раз сказать огромное-огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы растите наших детей и внуков, за то, что мы рядом. И всегда помните, что наши действия, наши помысли, они всегда посвящены вам. И большинство мужчин все равно живут ради вас, благодаря вам и для вас. Поэтому я поздравляю вас всех с наступающим праздником, Международным женским днем и всего-всего вам самого-самого доброго. Пусть будет каждая из вас, каждая лобнинская женщина будет по-своему счастлива. Всего вам доброго. Хочу вас поздравить с Международным женским днем 8 марта, присоединиться к словам Николая Николаевича, поздравить его, его семью. Он же не один у него, кругом женщины. Пожелать вам счастья, здоровья, любви, благополучия, всего самого-самого лучшего. И еще один момент хочу сказать, что нам очень повезло, что у нас такой глава города, который может поздравить, прийти, пожелать. Спасибо вам, Николай Николаевич, за все. Во все века и времена прекрасны женщин имена. И как бы имя ни звучало, в любом из них любви начало. В любом из них весны рожденье, и божество, и вдохновенье. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На сцене сводный хор народной коллективы «Русская песня» и «Сударушка» Руководитель, заслуженная артистка России Татьяна Вальцева Хор ветеранов войны и труда, руководитель Ирина Сероглазова Ансамбли народной песни «Тынды-рынды» руководитель Алексей Лопасов И «Луговчанка» руководитель Владимир Кобзев Аккомпаниаторы Алексей Лопасов и Антон Седов Аккомпаниаторы Алексей Лопасов и Антон Сударушка 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 А у голубя у Сизова золотая голова ! У голубушки его позолоченная, Черка-шелка, черка-шелка перестроченная, Аллой летой, аллой летой переказанная. В составе сводного хора легендарный хор ветеранов войны и труда. Среди участниц хора женщины-ветераны Великой Отечественной войны. Колпакова Тамара Васильевна. За Сорокина Надежда Кёдоровна. Солист, народный артист России Виталий Алексеенко. Как-то летом на рассвете Заглянул в соседний сад, Там смуглянка-молдаванка Собирает виноград. Я краснею, я бледнею, Захотелось вдруг сказать, Встанем над рекою Зорки летние встречать. Раскудрявый клён зелёный лист резной, Я влюблённый, искущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, Да раскудрявый резной. Раскудрявый клён зелёный лист резной, Как нюблённый, искущённый пред тобой. Раскудрявый клён зелёный, Как нюблён кудрявый, Да раскудрявый листной. А Слуглянка-молдаванка Отвечала парню в лад, Партизанский-молдаванский Собираем мы отряд. Нынче рано партизаны Дом покинули родной, Ждёт тебя дорога, Партизана в лес густой. Раскудрявый клён зелёный лист резной, Я влюблённый, искущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, Да раскудрявый резной. Раскудрявый клён зелёный лист резной, Как нюблён кудрявый, А Слуглянка-молдаванка По тропинке в лесу шла. Раскудрявый клён зелёный, Как нюблён кудрявый, А Слуглянка-молдаванка По тропинке в лесу шла. Кто могил, я увидел, Что с собой не позвала. А Слуглянка-молдаванка Час задумал по ночам, Друг свою Слуглянку Я в отряде повстречал. Раскудрявый клён зелёный лист резной, Застуй, парень, Твой хороший, мой родной, Раскудрявый клён кудрявый, А Слуглянка-молдаванка По тропинке в лесу шла. Раскудрявый клён зелёный лист резной, Застуй, парень, мой хороший, Мой родной, Раскудрявый клён кудрявый, На сцену приглашается председатель Совета ветеранов города Лобня Воробей Евгений Николаевич. Дорогие друзья, очень приятно, что совпало так. Год культуры мы открываем в преддверии замечательного весеннего праздника, женского 8 марта. Я хочу от имени Совета ветеранов, всех женщин, всех девушек, всех девочек, всех поздравить с этим замечательным праздником. Артистка такая была замечательная, знаменитая, Фаина Георгиевна Раневская. Она сказала, кто не любил, тот не жил. Все на земле начинается с любви. Я желаю вам всем здоровья, удачи, благополучия и большой любви к мужчинам и к своим детям. Ну и нас, старичков, не забывайте, мы хорошие. Дорогие друзья, в нашем городе есть администрация города. Это сердце нашего города. Как работает это сердце, от этого зависит много благополучия и жизнь нашего города. Я хочу вот эти весенние цветы вручить руководителю администрации нашего города, Кумановой Анне Акимовне, а в ее лице поздравить всех вас с этим замечательным праздником. Еще раз поздравляю вас с этим женским праздником. Желаю вам здоровья, благополучия, всего самого наилучшего и большой, конечно, любви. Будьте здоровы все. Спасибо. Как говорят французы, шершеля фам, ищите женщины. Но в жизни мужчины бывает такой период, когда они к женщинам равнодушны. Правда? Да. Это такое бывает, когда первый, второй и третий период в хоккее. Но правда это не относится к нашей олимпийской сборной. Дорогие мужчины, в этот весенний праздник устроители концерта приготовили вам подарок. Звезда эстрады Милена Каленова со своей группой «Набис». Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я не знаю, может быть, совсем неверно, с твоей стороны, да и с моей, наверное. Говорить слова, которые не нужны, говорить равнодушно. Но я узнала, что практически возможно быть все время крайним, осторожным. И, ходя направо, уходить налево, как хорошо быть королевой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Театр «Куклы и люди» Но я не знаю, может быть, совсем не важно Но интересуется буквально каждый Почему направо и у меня налево Как нелегко быть королевой И я не знаю, может быть, совсем неверно И с твоей стороны, да и с моей, наверное Говорить слова, которые не нужно Говорить равнодушно Да что же это у меня там внутри И что оно все время ноет и болит И куда все время меня это зовет И поет, и поет, и поет Да что же это у меня там внутри И что оно все время ноет и болит И куда все время меня это зовет И поет, и поет, и поет Да что же это у меня там внутри И что оно все время ноет и болит И куда все время меня это зовет И поет, и поет, и поет, и поет И поет, и поет, и поет И поет, и поет, и поет Театр «Куклы и люди» Встречайте на сцене кавалеры, будущие мужчины и настоящие танцоры Образцовый коллектив, ансамбль танца «Карнавал» Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Московской области Ольга Седова 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 Ольга Седова